Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами проводим второе заседание Президиума Госсовета в обновлённом формате. Напомню, у нас созданы 16 постоянно действующих рабочих групп во главе с руководителями регионов по ключевым вопросам социально-экономической повестки развития страны. Последние два дня в центре внимания профильной рабочей группы руководителей министерств, ведомств, экспертов – тема, которая волнует, безусловно, каждого гражданина нашей страны. Речь идёт об улучшении жилищных условий людей, о том, как сделать города и посёлки более комфортными, вывести на качественно новый уровень строительства жилья и, конечно, повысить его доступность. Отмечу, что сейчас отрасли переживают серьёзные перемены, проходят этап глубокого реформирования. С 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства. Она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья, а также позволит выстроить отношения участников и рынка между собой на более устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе. Меняется нормативная база жилищного строительства, регуляторика, градостроительные нормы и правила. Они должны быть не только удобными и прозрачными для застройщиков, но и эффективно работающими. И прежде всего отвечать требованиям людей к обустройству жизни, к качеству городской среды. В том числе для этого мы и внедряем стандарт развития городских территорий. И, конечно, нам необходима более высокая динамика строительного сектора, рост объёмов ввода жилья. Нужно решать застарелые проблемы в этой сфере. Мы с вами и собрались здесь, в том числе потому, что это, а я вот сейчас об этом скажу, встречался с представителями общественных организаций, строительного сектора, с руководителями республики, муниципалитетов. У нас ведь проблема, да? С одной стороны, нужно обеспечить рост объёмов, а с другой стороны, перейти на новые формы работы в отрасли. А они более сложными, являются более жёсткими. Как нам решить обе эти задачи? И на новые формы перейти более жёсткие, и обеспечить рост? Это непростая задача. Мы уже расселили аварийное жильё, значительный объём, которое было признано таковым на 1 января 2019 года. В новые квартиры переехали более миллиона человек. В этом году началась программа, которая охватит жилой фонд, пришедший в негодность с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Наша задача – расселять аварийное жильё, причём в больших объёмах, чем его образуются, то есть свыше 2 миллионов квадратных метров в год. И на такой уровень мы обязаны выйти не позднее 2023 года. Только так мы сможем не просто латать, а реально обновлять жилой фонд страны. Все эти задачи отражены в национальном проекте «Жильё и городская среда». Его реализацию обсудили, как я уже говорил, вот только что, перед началом нашего заседания на встрече с общественностью, бизнесом и специалистами. И было понято много вопросов проблемных тем. Некоторыми из них я с вами поделюсь соображениями. Но я знаю, что вы здесь второй день дискутируете. Мне уже рассказали, что дискуссии были достаточно жаркими, предметными. Так что ничего нового я вам уже, видимо, не скажу. Тем не менее, ещё раз повторюсь, с 1 июля запускается новая схема финансирования жилищного строительства. Существенно возрастёт роль банков, которые будут предоставлять кредиты под конкретные проекты, а также контролировать ход строительства. Хотел бы обратить внимание правительства Центрального банка. Нужно чётко скоординировать работу с застройщиками и кредитными организациями, выстроить и отладить все механизмы, чтобы этот переход был максимально гладким для отрасли, чтобы банки были мотивированы кредитовать застройщиков. Отмечу важный момент. Со стороны бизнеса и граждан есть опасение, что переход на проектное финансирование может негативно отразиться на комплексной застройке. Возникнут проблемы с вводом в строй объектов социальной инфраструктуры. Сейчас вы тоже только об этом говорили. Застройщикам просто сложно будет этим заниматься, не будет хватать ресурсов, поскольку строительство социальной инфраструктуры, как вы знаете по новым правилам, запрещено будет привлекать деньги граждан. Хотел бы, безусловно, выслушать и ваше соображение на эту тему. При этом вновь хотел бы подчеркнуть, развивая наши города, осваивая новые территории, необходимо стимулировать такую застройку, которая отвечала бы всем запросам и потребностям граждан, семей с детьми, пожилых людей. И так называемые выселки, как у нас в народе говорят, откуда просто не добраться до школ, больниц, поликлиник, детских садов, они никому не нужны. Ещё хотел бы вот что подчеркнуть. Сейчас действуют свыше миллиона договоров долевого участия. Нужно обеспечить их полную реализацию, а также защитить права обманутых дольщиков, которые по вине недобросовестных компаний лишились и жилья, и накоплений. Порой остались с одними долгами. Я обращаюсь к руководителям субъектов Федерации. Безусловно, нельзя затягивать с решением проблем людей. Они ждут от нас своевременных, активных и эффективных действий. Успешный опыт есть такой работы, в том числе и здесь, в Торстане. Нужно перенимать эти практики, предлагать новые эффективные меры. И об этом тоже, надеюсь, сегодня будет сказано. Далее. Залог поступательного развития строительного сектора – это устойчивый спрос на жильё. И в этой связи мы должны обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке, на рынке ипотечного кредитования. Ну, вот говорили сегодня тоже об этом. Совсем недавно это было где-то в районе 9, сейчас плюс 2 пункта процентных, где-то уже 11 в среднем по стране. Я вот на встрече только что с людьми говорил. Это ожидаемый, на самом деле, эффект. Ожидаемый. Надеюсь, что наши прогнозы по поводу того, что это будет кратковременный и разовый эффект, что эти прогнозы сбудутся. Ну, на сегодняшний день нет оснований думать иначе. Но нужно за этим внимательно следить и соответствующим образом стимулировать рынок. В прошлом году была повышенная ключевая ставка Центрального банка, что, собственно говоря, было неизбежным. Мы тоже из этого исходили, понимали, что это будет неизбежно с учётом принятых решений в сфере налогообложения. Но это было всего на половину процентного пункта. А во-вторых, банки привлекают ресурсы, конечно, не только с помощью фондирования из Центрального банка, но и из многих других источников. И повода для резкого скачка на самом деле просто нет. Нужно внимательно за этим, как я сказал, следить и соответствующим образом и своевременно реагировать. За шесть лет будут обновлены свыше 30 тысяч общественных пространств, парков, скверов, набережных, прогулочных. Тоже очень важная сфера деятельности. В этой работе нужно опираться на лучшие мировые практики и собственный опыт, в том числе на опыт Москвы, Казани, других наших городов, которые принимали матчи Чемпионата мира по футболу. Но вы знаете, что хотел бы сказать? Особенно хочу обратиться сейчас к руководителям регионов, коллегам из регионов. Сейчас представители Общенародного российского фронта обратили внимание на очень простую вещь – на окраины. Даже в успешных крупных мегаполисах порой забивают о людях, которые живут на окраинах городов. Давайте мы вернёмся к этой проблеме. Ведь вот это так называемое общественное пространство недорого на самом деле, недорого это делать достойным образом. Обращаю на это ваше внимание. Это точно совершенно так называемые спальные районы. Они должны быть не только обеспечены социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами, поликлиниками и так далее, но и общественные пространства должны быть человеческие, современные, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Нужно привлекать ведущие проектные, архитектурные команды, прежде всего, конечно, молодые коллективы. Такие специалисты у нас есть, в том числе среди выпускников программы «Архитектора РФ». Они готовы предложить свои интересные и современные решения, но и специализированные высшеучебные заведения у нас работают исправно и работают хорошо, готовят специалистов, их нужно использовать. Но самое главное, чтобы в формировании городской среды участвовали и сами граждане. Именно людям нужно доверить решать, каким должны быть наши города и посёлки. Конечно, я тоже об этом сегодня говорил, сколько людей, столько и мнений, поэтому этот процесс не должен привести к затягиванию принятия решения. Но если людей привлекать на первичном этапе работы по формированию проектов, это будет очень полезно. Люди станут соучастниками этого процесса, а если это так, то работа будет строиться более эффективно. Это всегда так, особенно в этой сфере, если тот или иной проект пользуется поддержкой людей, проживающих на территории. Это всегда только в плюс, всегда будет вам только помогать. Но и потом отношение будет другое. Когда люди чувствуют, что они участники этого процесса, что они авторы того или другого решения, отношение к возводимым объектам и к создаваемым пространствам будет, конечно, совсем другим. Оно будет бережным, аккуратным, осторожным. Люди вам будут за это благодарны. Эти вопросы также поднимались сегодня на встрече, прозвучали. Надеюсь, мы их тоже рассмотрим.